Регина Эзера. На Даугаве ледоход. Оригинальное название «Ладус иет» – «Лёд идёт». Из сборника рассказов «Даугавас стаасты» – «Рассказы с берегов Даугавы». Перевод Людмилы Лубей. Читает Евгений Бразребрушковский. Глава восьмая. Реакция. Сегодня Иммант может гулять с совершенно спокойным сердцем. Сегодня он заткнул пасть Эджуса красным маком. Валди на угощение, конечно. Конечно. Дала она ещё на прошлой неделе. Но Иммант придерживал конфету на особый случай – к этому вечеру, когда Мик опять будет делать реакцию. Что это за реакция, Иммант точно сказать не может. Но это наверняка дело стоящее и серьёзное. Даже Мик, парень раза в два больше Имманта, волнуется не на шутку. Сколько у него на веранде разных склянок. Одни длинные и тонкие, как пальцы, другие вздутые, как мыльные пузыри. А коробок, ой, даже не пересказать и не перечесть, что в них лежит. В одной что-то вроде песка, в другой вроде соли, в третьей вроде сухого киселя. Язык так и тянется, хоть крошечку попробовать. Смотри глазами, а не руками, говорит на это Мик. Иммант вовсе не из таких, чтобы всё руками хватать. Он стоит рядом с Миком смирно-смирно, сжав на всякий случай руки за спиной. Мик даже Пецесу, собственному брату, не позволяет никуда соваться. А Пецесу уже целых четырнадцать лет, и голос у него грубый, почти как у дяденьки. На веранде, где делают реакцию, холодина. А расположиться на кухне тётя Лина не даёт. Убирайтесь со своей вонью, сердится она. Ещё взорвёте мои кастрюли. С ней никто не спорит. Кухней без того тесной, не повернёшься. А на веранде они ни у кого в ногах не путаются. От холода спасают старые куртки и отслужившие свою службу ватники. Да и в конце концов, велико ли горе, если у кого нос делается твёрдый и ледяной, как сосулька, и синеет. По три хорошенько, и всё в порядке. Для Иммонта нет на свете волшебнее уголка, чем веранда Скардов. Он не может понять, как это люди проходят мимо по заснеженной улице и даже ничего не подозревают. Равнодушно глядят на стёкла, за которыми движутся одна, две, три фигуры. И мама тоже, когда идёт в свою молельню, всегда проходит мимо. Он даже несколько раз её видел в щёлку между занавесками, провожал глазами, а сердце колотилось, как птица о стенке клетки. Нет, он ещё не спятил, чтобы рассказать маме про реакции. Один раз, когда с треском взорвалась пробирка, Иммонт дома еле-еле удержал язык, будто за него дёргали. Остановился в самую последнюю минуту, на счастье вовремя опомнился. Начнутся очередные попрёки, предупреждения, мольбы, запреты. Жизнь не надо усложнять. Надо только доставать конфеты, затычку для трепливого борта Эджуса. По дороге из дому к веранде Скардов, Иммонт думает о во всём этом не совсем такими словами. Но ведь известно, что если вместо более сложных выражений выбирают попроще, то смысл от этого не меняется. Войдя в калитку, Иммонт замедляет шаг, прикидывая, открыты ли заперты двери веранды. Если не заперты, можно идти смело, без стука. Миг и Песис не признают таких церемоний. А когда приходится проходить через кухню, Иммонт всегда тихонечко стучится, ждёт, пока откроет, и, невнятно поздоровавшись с тётей Линой, проворно проскальзывает дальше с видом такого занятого, такого спешащего человека, что никому не может прийти в голову его задерживать. Но это не означает, что тётя Лина сердитая или злая. Нет, нет, как раз наоборот. Только увидит Иммонта сразу. Пойди-ка, сынок, попробуй, как у меня пироги удались. Сдаётся мне, что осели. То пироги, то блины, то кисель. Попробуй, будто Иммонт дурак и не понимает, куда наклонит. Он надкусывает тёпленький, душистый пирожок или зачерпывает ложкой кисель так нехотя, так медленно, что другой бы обиделся и не стал бы больше ничем угощать. А тётя Лина, зная себе, хитро усмехается беззубым ртом и в следующий раз встречает Иммонта, как ни в чём не бывало. Ну-ка, сынок, попробуй. У скардов, как назло, всё до того ужасно вкусное, что отказаться может, как Юрис говорит, только человек с потрохами. Иммонт часто сдаётся тёте Лине, правда морщась и отнекиваясь для соблюдения достоинства. Чаще всего это случается в те дни, когда мама уходит вечером, не успев приготовить на ужин ничего путного. Тётя Лина видит его насквозь, как стекляшку, хотя он никогда не жаловался на мать, только этого ещё не доставало. И никому в семье скардов вообще не надо знать, что он прокрадывается к ним тайком, без ведома матери. Иммонт поскрёбся в дверь, как мышонок, но у тёти Лины слух хороший, открывает, улыбается. Иммонт рванул бы сразу вперёд, еле выдавив из себя, «Здравствуйте!» Но пальто всё в снегу, ботинки не лучше, чего доброго в тепле с них закапает и потечёт, как из дырявых ведер. Надо почиститься, отряхнуться, а тётя Лина тем временем уже заводит своё. «Зайди-ка! А зайди-ка сперва на кухню, обогрейся!» Столько котлет получилось, миска сверху, спасу нет. Только вот боюсь, что соли переложила. «Съела, как на грех, солёного огурца, и ни за что не могу распробовать!» Кончается всё, как обычно. Иммонт сидит на кухне и ковыряет вилкой горячую, ещё шипящую котлету. Ковыряет медленно, жуёт медленно, чтобы никто не подумал, что он приходит сюда угощаться. Одну он так и быть попробует, одну единственную на такую жертву он пойдёт ради тёти Лины, но только не больше одной. И минуты через две он уже срывается с места, так и забыв сказать тёте Лине, что соли немного и немало, а в самый раз разве до котлет, когда на веранде уже работают во всю лабораторию. Миг, запалив свою спиртовку, перебирает таинственные сахарки и кисели. На столе раскрытая книга. Киселям Иммонт не смеет и пальцем притронуться, а книгу потрогать никто не запрещает. Страницы усеяны разными загогулинами, из которых он знает только три. Домик А, яичко О и полумесяц С. Пецес показал. Мало. С этим далеко не уедешь. Вот Иммонт и тычет пальцем в обложку книги. Что это за буква? Где? Миг неохотно отрывается от своих непостижимых манипуляций. Это? Нет, нет, вот этот калачик. Это З. А это? М. А это? Конечно. У Мика нос опять в какой-то посуде не значит. Ты можешь хоть во все горло орать. Не услышат. Такой уж этот Мик. Но Иммонт не обижается. Пецес доступнее. И когда он приходит, Иммонт возобновляет допрос. Что здесь написано? Занимательная химия. А что такое хинея? Не хинея, а химия. А что это значит? Пецес задумался. На лбу морщина. Иммонт ждет кроткий, терпеливый, уставившись на него своими любопытными глазами. Не знаешь? Как же не знаю? Это я простое пояснение забыл. Химия — это наука о строении веществ. И... Иммонт, ничего не поняв, кивает головой в такт каждому слову. Химия — это наука. Что ты ему голову морочишь? Оборачивается к ним Мик. Химия, Иммонт, это то, что мы здесь делаем. Пробирки, колбы, штативы, разные вещества, реакции. Все вместе. А, все ясно, — Иммонт улыбается. Химия — это их веранда. Мик насыпает в пробирку какой-то порошок. Капает на него жидкостью из бутылки. Греет на пламени. Иммонт следит, затаив дыхание. Мик в таких случаях не терпит посторонних вопросов. Он только время от времени произносит таинственные слова. Диоксид углерода. Окисляется. Кислород. H2O. В стеклянном столбике наконец что-то ожило, задвигалось, забулькало. Иммонт успел все глаза проглядеть, когда Мик наконец сказал. Видали? Началось! Из пробирки, как злой дух из бутылки, найденной на дне моря, с шипением вырывается клуб пара. По опыту Иммонт без расспросов знает, что это уже реакция. Только чудно, почему каждый раз новая. То шипение, то хлопок, а то и одна вонь, зато такая, что дух захватывает. Мик, наверное, доволен результатами. Иначе разве он так бы сиял? Он поглядывает на Иммонта. Видал? Иммонт торжественно кивает головой. Ре-реакция! А ты совсем дурак, одобрительно заявляет Мик. Мик, правда, не очень ловок на комплименты. Но до Иммонт не избалованным ими. Ему вполне достаточно, что его не щелкают по носу, не обзывают сосунком и дают смотреть реакции, сколько влезет. Когда с работы возвращается старший Скард, сам Юрис, дверь веранды сразу распахивается. Эй, химики, волосы к голове не примерзли? Давай сюда греться! Иммонт потихоньку щупает голову. Нет, волосы не примерзли. Под шапкой они пригрелись. Мягкие и теплые. Но реакция закончилась, и поэтому химики без лишних возражений заходят в комнату и сбрасывают свое облачение, как змей, кожу. После веранды в комнате кажется тепло, словно за пазухой, и кости, как шутит Юрис, быстро оттаивают. Весь вечер Иммонт не отходит от Юриса ни на шаг. Бродит за ним, как на поводке, и спрашивает, спрашивает, спрашивает. Где был? Что видел? Куда поедет завтра? Чем ближе подходят минуты прощания, тем лихорадочнее становятся вопросы Иммонта. Под конец он уже толком не дослушивает ответов, весь поглощенный предстоящей дорогой. Он знает, как дорого может обойтись одна единственная просроченная минута. Тут уж даже трепотня Эджуса не спасет. Иммонт хватает впечатления ненасытно, пригоршнями, охапками, чтобы потом в одиночку все перебрать помаленьку, без спешки, много истолковать по своему разумению, давая волю фантазии. Давно уже Иммонт не ездил с Юрисом. Юрис думает, что из-за мороза. Он даже отговаривает. Замерзнешь, мол, дружище, простудишься, придет весна, вот тогда. Иммонт знает, что это неважно, весна или не весна. Ничего не изменится. Эх, не хочется даже думать. Домой Иммонт мчится рысью. С тревогой гадая, перешла мама или нет, будет свет в окне или нет. Нет. Ух, хорошо, можно перевести дух. Лоб взмок. Ну и пробежка. Эджус приоткрывает свою дверь и подмигивает. Твоей старухи еще нет. Стоит, уставился, жует. У Эджуса всегда что-нибудь шевелится за щекой. Потому и круглый он, как помидор. А у тебя больше нет красного мака? А если бы и был, держи карман шире. Тетя Расма чуть ли не каждый день покупает ему конфеты. А смотри ты, все мало. Иммонт ненавидит Эджуса. Друг. За красный мак и коровки. А попробуй не дай, попробуй поссорься. Тут же наябедничает, как в тот раз, когда ездили с Юрисом в Берсиемс. Ничего. Вот он вырастет большой и не будет больше зависеть от Эджуса. Тогда он отомстит сразу за все. Поколотит или еще лучше. Запрет в уборной на три дня без еды. Интересно, как будет выглядеть Эджус три дня без еды. Отощает, как тетрадка. Или как проколотый мяч, однокожа. Иммонту весело. Сегодня все обошлось честь честью. Мама идет? Пожалуйста, он уже на пороге. Ну, сынок, набегался по улице? Я был у Эджуса. Играл в домино. Пара по-детски чистых глаз без смущения глядит на мать. Илга довольна. Ну, видишь, как хорошо? Эджус за спиной беззвучно ржет. Иммонта разбирает зло. Бессильное зло на свою жалкую зависимость от этого хвастливого кубаря. Он из-под тишка высовывает ему язык. Илга довольная, разговорчивая. Неприятности с Иммонтом миновали. Ушли за три девять земель. Он снова ласковый, послушный мальчик. Зелма права. За ним нужен глаз да глаз. Нельзя допускать, чтобы на него влияли чужие люди. Добро в него надо заранить, как семя в землю. Пусть прорастает, пусть укореняется. — Завтра я возьму тебя с собой, — говорит Илга за ужином. — Куда? — вопросительно смотрит он. — Увидишь.